Приветствую вас и давайте поговорим о причине нервости к этому человеку, к братам вашей мамы. Вы его очень любили, пока он держал вас рядом с собой и вы во всем его идеализировали, вы во всем считали его примером для подражания до тех пор, пока его интересы так или иначе не соприкасались с вашим, пока они не стали зависеть друг от друга. По сути дела, ненависть началась лишь тогда, когда вы перенесли свои отношения из плоскости личной, из личной сферы, в сферу деловую, в сферу профессиональную. И вот здесь отношения личные, как это обычно бывает, стали только лишь вредить. Потому что если бы вы этого человека не знали и были знакомы с ним только как коллеги, как партнеры, все было бы совсем иначе. И говоря о причине нервисти, можно сказать так. Вы привыкли, что этот человек, возможно, вам помогал, возможно, считал вас своим подопечным. Вы привыкли во всем на него полагаться, вы привыкли, что он для вас все сделает, что он вас оберегает и так далее. И вот здесь, когда ситуация начала касаться работы, мы выяснили, что у него есть свои интересы. И эти интересы человек не стесняется защищать и удовлетворять в ущерб вашим. И вот этого, скорее всего, вы принять и не можете. Вы не можете принять тот факт, что человек, которого вы всегда знали, в общем-то, оказался не совсем таким, каким вы его себе представляли. И ненависть ваша связана с тем, что вы в своем сознании воспринимаете его как еще того маминого брата, который, по сути дела, для вас своего рода друг, отец, кумир. А в действительности этот человек уже ваш партнер, ваш коллега, который воспринимает то, что вы делаете, как источник собственного дохода. И в этом случае вам необходимо сделать две вещи. Первый – расширить свое понимание этого человека, свое восприятие его. Чтобы понять, что в действительности он, этот, скажем так, ваш дядя, как личность гораздо шире и многограннее, чем вы его представляете себе. Причина вашей ненависти заключается в том, что вы не ожидали от него такого поведения. И то, что вы чувствуете, это, к сожалению, ваша собственная реакция. То есть это не принятие поведения человека. Ведь он вам, по сути, плохого ничего не делает. Но он действует в ущерб вашим интересам. И вы не можете принять этого факта от любимого человека. И вот до тех пор, пока вы будете относиться к нему все еще как к любимому человеку, а ведь ненавидеть можно только того, кого мы любим. Или на кого мы расчистывали. До тех пор, пока вы будете держать у себя в сознании именно образ этого человека, а не его реальный, реальную випостачь, у вас будет это самое ненависть. Ненависть это следствие непринятия человека таким, как он есть, нежелание его принимать полностью. Но если вы хотите перестать его ненавидеть, это нужно сделать. Далее следует немного банальная вещь, банальная, наверное, рекомендация. Это сесть с ним и поговорить на эту тему. Спросить, почему он поступает именно так, что им движет и так далее. Если отношения между вами доверительны, он вам рассказывает. И вы сможете это обсудить. Далее, поскольку вы учредители, то вы можете изменять свой капитал так, как вам хочется. Не капитал, а устав, устав учреждений. И вы можете, по сути дела, внести изменения в устав, где ограничивается изнимание дохода из учреждений. И я думаю, что это ваше право. Как человека, который обладает контрольным пакетом акций, если я правильно вас понял. И ваш дядя ничего не сможет с этим поделом. И последнее, о чем мне хочется сказать в данной ситуации, кажется это очевидным. Ваше дядя привык быть выше вас. Привык быть вашим наставником, вашим проводником. Он чувствовал себя на ступень впереди. Он чувствовал себя ведущим. А сейчас, в силу того, что вы обладаете контрольным пакетом акций, прошу прощения, он чувствовал себя ведомым. И эта традиция, по отношению к вам, ему не нравится, ущемляет его гордость, самолюбие, бьет по самооценке. И вам это нужно понять, что человек не может смириться с изменением вашего положения. И своего тоже. И от бессилия пытается как-то это компенсировать. Почему человек пытается компенсировать и, соответственно, самоутвердиться? Потому что он не уверен в себе, в своих силах. Ведь вы молоды. Вы моложе его. Он старше, но у вас больше перспектив, чем у него. И он это понимает. И ему завидно. Таким образом, возня не достоин жалости. Попробуйте пожалеть его. Попробуйте понять его мотив. Почему он так поступает. Когда вам это станет более ясно. Когда вы более четче станете представлять себе, почему человек делает то, что он делает. Чего он боится, чего опасается. Вы перестанете ненавидеть. Потому что ненависть, как и любое другое чувство, сильное происходит от незнания. По аналогии с любовью. Мы любим, но не знаем за что. Если знают за что, это уже не любовь. Ведь знать, за что любить, означает иметь условия. А любовь безусловно. То же самое и здесь. Вы ненавидите, но мы не знаете, за что вы ненавидите. Попробуйте осознать реальную причину ненависти и устранить ее. Убрать условия. И вы перестанете ненавидеть. На этом все. Надеюсь, что помогу вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его лучшим. Пожалуйста, буду благодарен. Пока. Желаю вам удачи и всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok